Привет! Вы на канале Вадима Карасёва. Если вы ещё не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра! Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в этот вечер понедельника в 8 часов, как говорится, и не минутой позже, ну, может, минуткой позже, вы здесь, в прямом эфире. Вадим Юрьевич Карасёв, известный украинский политолог на связи. Вадим Юрьевич, приветствую вас. Да, приветствую, Саша. На самом деле, не знаю, события бьют ключом. И, конечно же, смотрят все сейчас в сторону Грузии, но вот буквально перед нашим эфиром, да, вот мы в прямом эфире, вроде как расходятся. Спели гимн Евросоюза, спели свой собственный гимн и разошлись протестующие. Собственно, что и чего хотят представители оппозиции? Они хотят новых выборов под контролем европейских структур, американских, за демократию. Всего этого они добиваются путем протеста. Ну и невнятно выглядит президент Грузии, который говорит, доказательств фальсификации нет, поэтому и у США их не было. Ну, в общем, Россия виновата. Исходя из этого, из сегодняшнего положения дел, опрос нашего эфира. Как вы думаете, Майдан в Грузии, варианты ответов, победит, проиграет, не состоится или добьет страну? Вот, казалось бы, простой вопрос, но судя по тому, что происходит сейчас в Тбилиси, наверное, очень актуальный. Что думаете вы, Вадим Юрьевич? Он уже проиграл, уже четыре раза проиграл. Это же четвертый выбор, где побеждает грузинская мечта Иваньшили, начиная с 2012 года. В 12 лет им понадобилось для того, чтобы скорректировать форму и выскочить из этой ловушки выбора между Россией и Западом. Поскольку они понимают, что вот этот выбор, он ведет к войне. И главная задача национально ориентированной власти любой заключается в том, чтобы, первое, не допустить войну на своей территории. Не случайно же звучит тема в Молдове, вот на референдуме и в первом туре выборов, президентских выборов, в Грузии, что мы не хотим повторить опыт Украины. Когда игра на сталкивание крупных игроков геополитически, игра на противоречиях между ними, так называемая, скажем так, милитаризованная многовековность, она приводит не к тому, что страна получает какие-то выгоды, какие-то бонусы, а наоборот, очень затратная. Во всех смыслах политика, начиная от военных действий на территории, разрушений, угрозы и реализации потери территории, ну и заканчивая гибелью людей, экономического, демографического потенциала и так далее. Поэтому не случайно вот эта тема «не повторить Украину против украинизации Грузии и Молдовы» звучала со стороны правящей партии Грузии, но и со стороны оппозиции Молдовы. Задача следующая, как бы не допустить войну, и премьер-министр Грузии Кабахидзе, когда он голосовал в субботу, он прямо там на избирательном участке сказал, что это референдум, это не выбор, это референдум по войне и миру в Грузии. И это окончательно должен быть выбор, который окончательно снимает вот эту проблему между и борьбой крупных геополитических хищников за теми или иными сопредельными, ну если говорить о России, то сопредельными или буферными и так далее территориями. Вот это, что важно поднимать в этой всей истории. Во-вторых, 12 лет, вот они шли к этому. После того, как они победили Саакашвили, потом, правда, было несколько ещё таких очень тяжёлых выборов, но грузинская мечта выстояла, ну дело даже не в том, что она выстояла. Время работает на неё, время. Вот война и в Украине показала, ослабление Запада, подъём Брикса. Да, он больше, скажем так, китайский, чем пророссийский этот Брикс, ну по крайней мере на данном этапе. И вообще это, скажем так, неправильно давать определение, какой он там, китайский или российский, или индийский и так далее. Но тем не менее, подъём не Запада, не антизапада, но подъём не Запада. Это ослабление Запада, расслабление Запада на США и Европу. США, может быть, и выиграли в этой войне. Ну по-своему, экономически я имею в виду. Но Европа-то проиграла войну. Я имею в виду ту войну, которая ведётся на территории Украины, на востоке Украины. Так вот, ослабление Европы, всё это сейчас делает менее благоприятными внешнеполитические, геополитические условия для разного рода Майданов и так называемых глобалистов-атлантистов, задача которых превращать в страну такой форпост или плацдарм борьбы, конкуренции Запада против России. А с другой стороны, требует от национально ориентированных властей больше консолидации, сосредоточенности, а главное прагматизации политики. И вот смотрите, вот такой как бы маленький эпизод. Ну да, Грузия получает деньги, какие-то помощи, кредитами, грантами со стороны Европейского Союза. Но за последние годы она нарастила свой экспорт в Россию, хотя первое место по экспорту Грузии — это Турция, Россия на третьем или на втором месте. Но эти денег больше, чем даёт Европейский Союз. Ещё с политическими условиями. Да, Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией, но торговые отношения развиваются. Плюс сейчас Грузия хорошо работает как страна серого параллельного импорта, который идёт в Россию. Это тоже деньги идут. Это может быть у всех на Россию государственный диджет в этом году. Поэтому ослабление Запада делает разного рода прозападные, атлантийские, глобалистские силы не столь уверенными в том, что в своих действиях, ну и слабость всё-таки есть. Вот даже смотрите по нынешней ситуации. Орбан, премьер-министр Венгрии, страны, которая председательства Европейской Союз, сразу сказал, я приеду поддержать. Боррель приехал туда тоже. В Шар-Мишели глава Евросовета какое-то выдал заявление, что что-то есть нарушение, но в принципе они хотят сейчас раскручить эту тему. Всё, сил нет у старушки Европы. Сил нет для того, чтобы сейчас поднимать какие-то новые революционные процессы. И что потом с этим делать? Что потом с этим делать? Так, с этим новым Майданом, с новой властью. Это же понятно, что страна опять сорвётся вот в эту революционную турбулентность, с которой опять можно потерять территорию, между прочим. Ещё какие-то территории. Так, если ситуация будет двигаться вот в таком направлении. Поэтому лучше спокойно потом как-нибудь это отыграть через кулуарные какие-то вещи, через какую-то дипломатию европейскую, через какие-то обещания, послал и прочее. Поэтому, ну скажем так, для чистоты жанра надо сказать про Майданики, там протесты, ну якобы не без планку легитимности результата выборов. Но без протестов тогда получается, что выборы чистые, чистые выиграны. Нет никаких претензий, нет никаких проблем. Ну а так как бы осадочек останется. Что якобы грузинская мечта или правящая партия, она где-то там смухлевала, провела какие-то мошеннические темы и тому прочее. Хотя, конечно, в этом смысле власть грузинская действовала очень чётко. Они поставили новые эти урны, которые прямо сканируют, скажем, и быстро дают результаты. Там уже очень трудно их там... Всякие мокрые печати, как мы знаем, как у нас, да, вот эти все истории с мокрыми печатями, такого нет уже. Поэтому зачем? Всё. И даже то, что там наш Алексей Гончаренко, человек боевой, энергичный, не впад. Ситуацию почему? Потому что эта вся история с революциями на постсоветском пространстве заканчивается. Что есть более сложная проблема — это война. Выбирайте революцию — война потерять территорию. Или мир, или созидание, или обустройство страны, или национально-государственное строительство, но не под внешней опекой и управлением, а самостоятельно. Не случайно такие политические силы называют или национально-ориентированными, или суверенистами, я их называю, индепендентами, независимыми и прочее. И это не про российские силы. Ну, понятно, это нарратив кидают, чтобы сразу поставить ярлычок, печать негатива. Нет уже не про российских сил. Сегодня, вот если посмотреть на всю эту историю, это, кстати, для Украины тоже важно, про российских сил нет. Почему? Потому что, ну, есть проблемы территории, есть проблемы войны, это так просто не уходит. Проблемы незакрытых дештальтов, территориальных конфликтов, или конфликтов, или СВО, или войны. Про российские силы не популярны. Но это не значит, что если становятся непопулярны, и не будут популярны, про российские силы, четкая про российская ориентация, их в Молдове нету, между прочим, тоже. Четких таких. Вот мы там за дружбу с Россией, за Россию и так далее. В Грузии. В Азербайджане, ну, это не значит, что нет прагматики. Это называется деэргелогизация элит, и прагматизация элит. Так? Значит, нет, это и для Украины тоже будет важно. Но, с другой стороны, есть два основных вектора сейчас. Либо прозападный, атлантистский, глобалистский, ориентирующийся на Гемпартию, либо, если Гемпартия не победит, а придет Трамп, будут сложности, конечно, ну, на Тороса, например, так, на центры глобального управления. Ну, а с другой стороны, национально ориентированные силы. Вот между кем будет выбор. Либо любой ценой, любой ценой, подчеркиваю, в НАТО, в ЕС, либо торгуем, взаимодействуем с тем, с кем выгодно, кому мы нужны и кто нам нужен. Это значит, то, знаете, вся политика постсоветская, начиная с Украины, Молдовы, Грузии, Армении, и так далее, она была слишком вот так, на развиве, экзистенциальный выбор. Либо за Россию, либо за НАТО, либо ЕС, либо таможенный союз. Либо там Европа, либо Россия. А все, такого выбора нет. Выбор сейчас будет, а это значит, что нет радикальных вот этих сил, политических сил. Многие уехали в одну сторону и другую сторону. Их нет в стране. Понятно, кто-то уехал на Запад, вынуждена, я абсолютно тут никого не вижу. Так, но они остались там, их нет здесь. Многие погибли на войне или потеряли драйв, национальный, националистический драйв. потому что на поражениях вы драйва не получите. На победе, да, но в Украине я не вижу пока победы. А пока дело идет к серьезным последствиям. И это все многие понимают уже, так? То есть уменьшается количество политических сил, нет уже того перепроизводства. Или там пророссийских сил, или там, как говорили, или там прозападных сил. Их становится все меньше. И политика сдвигается к центру. Она была по краям, а центр был провален. Вот такой раскол был политики. И поэтому вся политика качалась. Вот посмотрите в Украине Кравчук, Кучма, Юстинка, Янукович, Порошенко, Зеленский. Это же качели. Но даже если не было качелей, все равно политика затем догоняла тех, кого избрали и делала, заставляла их сесть на качели. Или продолжать, например, курсом Порошенко. И так было в Грузии. Так и в Молдове было. Так и в Армении. Так и до сих пор есть. Так в Беларуси было. Там, правда, немножко по-другому ситуация была. Но попытки были такие, раскачать ситуацию, но там жесткая власть. Лукашенко, она не дала разгуляться. Ну и вообще география, политическая, электоральная, демографическая география, она была другой в Беларуси. Это отдельная история. Сейчас она отбегается к центру. И главный, допустим, выбор, если говорить о парламентских выборах, о президентских, можно, это отдельная история. В той же Украине, Молдову мы видим сейчас на президентских выборах. и в Бруссии, это парламентские выборы, там президентская республика, всё, её не будет. Там президент будет номинальным, осталось тут немножко, полтора месяца подождать. А она более центрированная, центростремительная, а не центробежная, как раньше. Радикализация краёв, фланги, флагманы партии, а не фланговые партии, заправляют флагманской политикой. Это очень важный момент. А это значит, главный акцент не на том, в каком вы союзе, в каких вы там объединениях. И тем более в тех объединениях, которые исключительно связаны там либо с Россией, либо с Западом. А какая ваша политика? Что она приносит? Какие она доходы приносит бюджету? Прагматизация и экономизация внешней политики. А без этого не смысла. Внешняя политика не должна быть нацелена исключительно, скажем так, на войну или мир. Если на мир, то это прежде всего он должен иметь экономическое измерение. Вот в Грузии этот период закончился. Вот они начали с 2003 года. Сегодня какой год? 24. Прошли цикл. Всё. Это уже необратимая история. Её не обратишь. люди. Потому что никакие Савакашвили, Вашадзе, Вашадзе, кто там ещё у них эти все. Так, всё, это пройдено. Потому что это слишком дорого, дорогая политика. Если взять Грузию, Абхазию, Южносетия, сама Грузия всё время её вот так колбасит, крутит, перекручивает и так далее. Ну, это слишком дорого. Главное, приоритет, главная цель это укрепление государственности. И, кстати говоря, это ещё один момент. Да, Вадим Ильич. В этом выборе, запад или государство. Потому что вы можете уйти на запад, но без территории. Кстати говоря, ну, допустим, Молдова может уйти на запад, но без Приднестровья, без Гагаузи. Идите. Ну, тогда что там от этой Молдовы останется рядом с Румынией? Она просто будет присоединена к Румынии после этого и всё. И что дальше? То же самое и нас касается. Нам же предлагают, допустим, ту же делку НАТО в обмен на территорию. Без территории. Так, ну, это отдельная история. Сложно будет это все вопросы решать. Ну, и Грузии тоже. У них появился шанс на ту или иную реинтеграцию. В рамках конфедерации или ещё как в Абхазии и Южной Осетии. Тем более, это не присоединённые территории к России и конфедерации. Это независимые. Так? Да, не признанные. Ну, Россия признанная, но не признанная на большинском государстве. тем не менее, появляется шанс. Так, что здесь важнее? Любой ценой при таких затратах и сдержках войн, разрушений, свертей, потерь территорий. Любой ценой стремится куда? А уже некуда стремиться. К Трампу? К Амали Харрис? К трампистской или к эмалистской Америке? Какая там разница? Или к этому, к этой Европе? Например, в Германии там закрывают Фольксваген, переносят производство, куда? Говорят, возьмите нас куда-нибудь. И куда? И терять территорию, и терять страну ради вот этого? Иллюзорного, скажем так, выбора? Ну, 20 лет еще можно было, понятно было еще. Кто успел, ну, тот молодец, как говорится. Так, там, Балты, поляки, те же Венгрии. Вот. И последний момент. Разные эти территории. Та же Грузия. Судя по реакции Запада, становятся тоже. Да, еще они, конечно, будут за нее там бороться, там, что-то говорить, но тоже понимают, что они уходят от них. Понимают, что это тоже очень затратная западная, евросоюзовская или там натовская политика относительно той же Грузии или той же Украины. Почему не берут? Затратная политика очень. Уже все. Раньше, ну что, принимаем, осваиваем территорию, устанавливаем там какой-нибудь позиционный район противопро или ПВО. А сейчас нет надаваевость России. А это значит, что? Вся вот эта дуга ближнего зарубежья, так называемого, она теряет свою ценность как актив. Военный, прежде всего, актив для стран Запада и НАТО. Ну, если говорить о Грузии, вот уже, Молдове, теряя. Уже ставки не нужны такие, ну, очень высокие ставки не нужны для того, чтобы их опять забирать и напрямую воевать с Российской Федерацией. Ну, давайте тогда посмотрим с другой стороны. А Украине еще побольше. Давайте с другой стороны. Это, говоря, очень важная мысль, которую вы высказали по поводу потери актива. Я думал, все важные мысли. Не, вот это просто я хочу зацепиться за это. Ну, давайте, давайте. Если развернуть ситуацию, Вадим Юрьевич, то если кто-то потерял актив, то кто-то другой приобрел. Россия приобрела от ухода Грузии. Да. Она приобрела другой актив. Не актив сам. Она приобрела актив безопасности. Военный актив, плацдарм, это одно. А актив безопасных границ, это другое. Это экономия. Во-первых, это не надо готовиться к войне. Ну, допустим, Грузии же хотели втянуть войну, открыть второй фронт. Так, в 22-м году, в 23-м, вот за что Запад тоже не может просить грузинской мечте. Но скажите мне, если бы открыли второй фронт, Панкистское ущелье достаточно, скажем так, интересное с военной точки зрения, потому что, если помните, война в Сече не была, когда война. Через Панкистское ущелье шли вот эти, весь трафик, бородочей, шел туда на Чеченскую войну. И оттуда, кстати, подпитывалась вся эта, скажем так, и финансовая, и человеческие, ресурсная идея создания кавказских имаратов, или халифатов и так далее. Так что, это безопасность. Южный Кавказ, это безопасность границы. Ну, смотрите, в России с Азербайджаном нормально совсем. Армения, да. Но, тем не менее, по шлям крутится-крутится, пытается, но он понимает, что Запад очень мало чем может помочь ему в этой ситуации. Теперь Грузия. А это значит Северный Кавказ и Северный Кавказ для России. Это проблемные регионы, проблемные регионы, надо сказать. Это важный момент. Вот если бы открыли второй круг, во-первых, ну, я не говорю там параллельный импорт, торговля и еще какие-нибудь там вещи конфиденциальные, а вот это, это штука. Поэтому, понимаете, если ценность территории теряют как военный актив, для России она приобретает ценность как, с точки зрения, безопасный городец. Ну, понятно, почему, как бы, ну, даже, и, кстати говоря, стабилизация в Украине, стабильность, порядок, позитивное национальное строительство, это тоже, кстати, и в интересах больших государств, почему, а никто не заинтересован, чтобы это была территория нестабильности. Это тоже важно, наверное. Поэтому военный актив это одно, а секьюритарный, то есть, актив безопасности, security актив, это несколько другая история. технологически, чтобы подвести черту под грузинской темой и пойти дальше на, скажем так, тему украинскую, американскую, сейчас партии, которые прошли в парламент, бойкотируют работу созыва, в принципе, и, наверное, на открытие сессии выходить не будут, и будет, однако, грузинская мечта. Как долго этот бойкот может продолжаться? Чем он чреват? Что, ну, во что он выльется? И вообще, выльется ли во что-то? Я имею в виду политические последствия вот этого непризнания выбора. Ну, смотри, это имеет смысл, если вы переводите политику на улицу. И вы на улице протестуете, так что ли, у вас как бы не работает парламент. И народ говорит, на улицах не 15 тысяч, так как тут, если говорить, вот наш парламент, вечер, Майдан, наш парламент, это Майдан, наш представительный орган. А вы власть никто, вы нелегитимны. Но если на улице никого нет, или там будут ходить городские сумасшедшие, так, или, ну, там какие-нибудь политические группы, палатки поставят там и будут это, раздавать лидературу. Это что, имеет какое-то значение? Ну, не приходите, так и не надо. Придут, приберут. Потому что единственный способ легально, легитимно участвовать в политике. И хоть как-то заявить о тебе. Я не понимаю, допустим, ты пропустишь там, ну, так ты потом, тебя забудут в политике. В парламенте у тебя есть возможность, ну, быть в оппозиции. В оппозиции тоже комфортно иногда быть. Так? Ну, политика, да? Потому что ничего это не будет. Всё, это закрыли. Это честно. Я не говорю, что здесь, там, закрыть, что это всё уже, что всё теперь светлое грузинское будущее, ну, грузинская мечта, так? Вот. Но, тем не менее, всё. Эпоха ушла, время ушло. Так, цикл, другой исторический цикл. 30 лет вот этого становления государственности хватит, ну, нельзя 40 лет, 50 лет, 100 лет строить государство. Оно или провалится, к чёртовой матери, так его не будет просто, либо оно устоит. И сейчас ответственность всех постсоветских элит, и украинской, прежде всего, учитывая параметры страны, ситуация в какой, задуматься об этом, не воевать, я имею в виду, всё время воевать в политике, воевать на Майданах, на площадях. Это все прошли войну. Я имею в виду не российско-украинско, а вот воевали же друг с другом, 30 лет воевали же. В парламенте, на улицах, на площадях, и оно вылилось в такую большую войну, что внутренняя война, она всегда, ну, не всегда, но, как правило, становятся источником вот таких внешних войн. Всё. Должны прийти другие политики, с другими мозгами, с другой повесткой, национально ориентированные, центристко-ориентированные, не крайние, не экстремистские, не радикальные. Хватит уже беготня вот эта вся. Бегать по площадям, ездить там после этих Майданом, на велосипедах кататься на референдумах в Голландии. Вот это. Ну, хватит эти, эти как перформансы, этот акционизм. Вот это наша, самая ненавидимая моя черта в украинской политике, вот это акционизм. Вот это закутаться во флаги эти все и орать на всю вот этого. Слава, слава. Ничего не делать только. Ну, сколько можно уже. От этого просто, просто уже как бы тошнит от этого. Токсично. Оно токсично уже. И политики стали токсичными. От них уже такой веет нафталином и ядом каким-то так, даже скажу, ядом. Ядовитость. Они как двери ядовитые. Друг друга кусают, а страна... Ну, это кусание не себе, это кусает тело страны, тело государства, тело народа. Ну, правда. Ну, хватит уже. Причем, хорошо строишься, там, где-то с паспортами в других государствах. Где-то половина семьи живет за кордоном, наезжают туда, приезжают тут учить. Это многострадальные украинские народы. Этих многострадальных пахарей и трударей. Ну, действительно, люди же, простые люди же работают. Пашут, живут, выживают, страдают. Не знаю, где им заступиться, то ли в Солидар возвращаться, то ли в Буглидар возвращаться, то ли тут сидеть, то ли что. Ну, сколько можно? Вот этот акционизм, вот это активисты и вот это акционисты, это люди, которые разрушают политику и разрушают страну. Посмотреть. Просто они другого не умеют. Вот в чем дело. Они думать-то не умеют и смотреть, и быть строителями страны. Они не умеют, не знают, что такое. А как тогда вот этот дух, как им пропитался Зеленский? Ну, вот как так получилось? Не политик, как бы, да? Ну, а вот он пропитан тоже вот этим духом украинской политики и акционизма. Посмотрите, акционизм, но акционизм, это же самопрезентация. Это же престижно такая, самопрезентация. Вот смотрите, я никогда там тик-ток не смотрел, а потом залез, я понял потом. Вот что такое тик-ток? Посмотрите, человек какой-то сидит на каком-то концерте, он включает свой гаджет и начинает петь, подпевать и, по сути, копировать певца, который на сцене или певица, который на сцене. Это вызывает смех, удивление. Ну, конечно, это подражание на уровне, это кривляние даже. Знаете, кривляние такое. Всё. И если ты хочешь, чтобы тебя увидели, зацепились, ты должен ещё быть фриком каким-нибудь, фриковатость, вот фрик, и всё. Это что? Люди хотят самопрезентации, они живут в мире, чтобы их увидели, что они тоже известны. Что о них знают. Кто-то напишет там или, ой, какая-то там красительная черка прёт от этого. Особенно это касается женского, скажем так, контингента. Скажу так. Вот это люди-сцены. Так вот, представляете, сейчас повальная вот эта инсценировки жизни. И политик тоже. Вот он, это самопрезентация. Это даже, я понимаю, есть вина и политика. Но это вина самой политики, которая была. Она же показала, предыдущая политика, там же тоже много было людей-сцены. Майдан, это сцена же. А что у нас Макарчук не собирался там президент идти? Слава Богу, не пошёл, так? Вот, Не хватает. А что уже там собираются некоторые идти? из этих тиктокеров, блогеров и так далее. Не дай Бог. Перекрещусь, еще правой и теперь левой рукой. Так, не надо. Это тоже как бы политика. Но она же принесла свои тоже такие удручающие результаты. Если посмотреть, ну, понятно, сегодня, в 19-м году, и сегодня это другое. Потому что и не было в этой стране ответственных людей, понимающих, что такое не бизнес, не ГОК, не шахта, не ферросплавы, не аграрка, не транснефт, или как, нет, это так, нафтогаз, или как там был, транснафта. у нас так, или какая-нибудь еще, нафтогаз. А вот какие, что государства? Все рассматривали как территорию извлечения ренты и бизнеса, которые бы смогли бы задуматься о том, как делается политика. И нашлось такой группы. В любой стране, в которой такие кризисы, госстроительства, всегда находились такие группы, или военные, авторитетные. Ну, возьмите, Финляндия, Маннергия, Турция, Кемалья-Татюрка, военные были власти до конца 80-х годов. Так, возьмите Латинскую Америку, да, неудачный опыт, тем не менее, возьмите Россию, да, пришли люди погонные и все. Потому что они понимают, что такое государство. Служивый человек понимает, что такое служить государству. Не без греха, понятно, не без греха, деньги, есть деньги, но главная идея страны, народа, государства. У нас такой государственной образующей группы не было. Поэтому играли, играли, для многих политиков это была игра. Азартная, крутая, она приносила статус, славу. как любили у нас на ток-шоу ходить и разлагольствовать о великих делах, по темникам написанных в партийных штабах и прочих. Без мозга написано. Но идея же была вообще вот так вот обсуждать. Все в основном с Рафиным занимались, кто кого перекричит, кто кого. Но сейчас могут появиться, кстати, могут появиться такие люди. Ну, хотя бы какие-то группы военных, например. Я не говорю, что это хорошо или что это плохо. Но, тем не менее, какая-то смычка бизнеса авторитетных военных, авторитетных, ну, не в том смысле авторитетных, так, потому что, к сожалению, тех авторитетов больше, чем настоящих авторитетов. Она вот может дать толчок к собиранию страны, к собиранию государства. Но для этого надо, конечно, решить вопрос войны и мира. Зеленский сегодня, говорит, Индия хорошая площадка для переговоров и вообще должна включиться, встать на нашу сторону, потому что это мощное государство, которое может навредить России именно финансирование военных действий. Также он сказал, что любая заморозка и остановка это риск третьей войны, поэтому Украина на нее пойти не может. Ну, и до этого было, интервью была Ермаках и в принципе в том же духе, в той же тональности все это собственно обсуждалось. Как вам кажется, Вадим Юрьевич, это хорошо взвешенная стратегия или шум информационный призывы Индии помочь? Саша, не задавайте мне риторических вопросов. Вы что, не знаете ответ на этот вопрос или что? Чего вы меня оставляете под пули? Давайте по порядку. Зачем Индии? Ссори с Акратией, скажите. Ну, зачем? Индия нарабатывает свой дипломатический капитал. Она позиционирует себя как мировая дипломатическая держава. Она хочет помирить, она не хочет ссориться ни с Украиной, ни с Россией. Зачем ее ставить на растяжку? Кто мы такие, чтобы поставить Индию на растяжку? Выбирайте, выбирай многие, я или он, мы или они. Ну, если вдуматься, там же, я знаю, кто это писал, в принципе, догадываюсь. Детский цап. Писали. Принесли. Ну, честно, зачем моде выбирать? Дальше. Но если мы хотим, чтобы Индия стала местом переговоров, ну, возможных переговоров, или там саммита, так пусть она нейтральной будет. Ну, если она с нами, так она же нейтральна. Если Индия становится на сторону Украины, то как ей можно доверять другие страны, которые скажут, мы на стороне Украины, вы же не можете быть посредником. Чего к туркам? Чего он к Эрдогану? Ну, наш президент не представит Эрдогану. Он же тоже поехал. Он не след БРИКС, он след НАТО, но поехал в Казань. Ну, Дальше. А что заморозка? Что по заморозке? Риск, риск, не пойдем на заморозку. Почему? Большой риск третьей войны. А сейчас, если заморозки не будет, война остановится? Россия остановит наступление? Где логика? Я не понял. Но смотрите, если сейчас нет заморозки, продолжаются упорные бои, мобилизация меньше стала мобилизовывать. Так? Россия поймала кураж. Они поймали кураж, они берут и все, мы не можем фронт, застабилизировать фронт, чтобы пойти остановить наступление, контратаке, удар, мы теряем. Так это не риск или как? Я не понимаю. Вот это же риск войны, причем войны, когда Россия выйдет, заберет всю полезную территорию Украины, там, где находятся все ресурсы. Это не риск или как? Так заморозка, наоборот, на данном этапе она дает возможность хотя бы сохранить ту часть территории, которая еще есть, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская область. Там, часть Херсона, Николаевского. Если тогда что будет продолжаться, а у нас оружия нет, людей нет, Запад нет, придумывать всякие планы, чтобы только отвертеться и только скинуть с себя от этого всего актива, как я войну скину, перекинуть на другого. Они же там сейчас как бы перебрасывают друг на друга. Кто? На кого скинуть эту несчастную страну и эту элиту? Я понимаю, если бы стоял выбор между наступлением, подготовленным, например, мы подготовили серьезное наступление, у нас есть преимущество. Все, где мы с тобой мира, армии, сказали, вы можете сейчас пойти в такое наступление, и первая армия мира по уже рейтингу американских этих всех военных пабликов, так и агентств, она будет откатываться назад, она оставит. Я понимаю, зачем тогда замораживать, я понимаю. Но если у вас выбор между замораживанием и дальнейшим отступлением и потери территории, риском потери территории, угрозы, потери жирных имеется в виду с точки зрения полезности территорий, так, в географическом, материальном и геополитическом смысле, так какой тут выбор? Вот так вот. Ну, вы знаете, складывается впечатление, что вот эти игры, да, вокруг корейцев что-то вот включилось слишком много сторон игроков. И вот, например, история с Курской областью, да, вот, где там уже есть какие-то корейцы, это подтвердили, Рюте подтвердил, в Пентагоне, правда, до сих пор не видят корейцев. Не видят, не видят, не хотят видеть. Но сказали, если там есть корейцы, так там, там, мы с ним любили запреты, бейте, чем хотите, корейцы. И куча этих вбросов, южные корейцы, там, перебежчики, отправят для того, чтобы психологически, вот, а кто говорит, точно видели корейцев, вот, вот, сто процентов это были корейцы. И за вот эту неделю, да, две, ну, этих разговоров, после официальных подтверждений, я, я все равно не могу, вот, как Курская операция, не могу понять, какие цели. Так и вот этой корейской шумихи. Ну, есть и есть. Ну, сколько там, 200 человек нашли, сегодня объявили. Да, хоть, хоть две тысячи, какая разница? Что это, что это меняет принципиально в войне России против Украины? Смотрите, нет, это ничего не поменяет, но надеется, что это что-то поменяет. Что Запад даст оружие, Южная Корея увеличит военную помощь. Ну, и так далее. Но, давайте по порядку. Когда мы говорим о том, что скоро корейцы будут в Курской области, и нам надо всем собраться, этого не допустить, и дайте нам оружие, а какое, это территория России. Ну, ребята, я понимаю, если бы они были международно признаны территорией Украины, на Донбассе, я понимаю, но это же их территория. Значит, получается, что мы хотим, что, воевать на территорию России, Запад же на это не пойдет, в общем-то дело. Мы для себя это, как бы, для себя это делаем, или мы хотим результат получить? Или это просто надо шум создавать, интерес к войне, чтобы западных медиа, чтобы она никуда не уходила из медиа? Но она все равно уйдет, но она же все уходит. Всему есть начало, всему есть конец. Но это же тоже надо понять. Можно один раз создать картинку, второй раз, но все время это же приедается. Дальше. Тут как раз можно все сыграть, все наоборот. Если мы будем пугать тем, что северокорейцы войска зайдут в Украину, то запад наоборот не захочет втягиваться в войну через корейство. Да что с какими-то элитными этими суперменами? Да какие там супермены? Да хотяки какие-то, плохо кушают. А во-вторых, а во-вторых, знаете, Нью-Йорк Таймс, это, конечно, смешно было. Не, ну это все, ну, понимаете, это все, как сказать, это все уже настолько, эти Нью-Йорк Таймсы. Ну все понятно. Все понятно. Запад на закате уже никаких там свободсловов. Все, одни фейки, брехня, пропаганда и бабки. Ну все проплачено. Ну даже понятно. Все. Этот капитализм неолиберальный, там все на деньгах же строится. И политики покупаются, продаются и так далее. Впех, эта мечта заработать и на Мальдивы. или там на лалотке, на яхты. Народ наплевать, всем наплевать. Это только шоу. Пиво попить там, кофе попить, еще что-нибудь. И народ, как-то новотачивается. Так, ну на самом деле это глубоко презрение элитарии настолько уже сейчас презирают простых людей, пролетариев. Так что скоро пролетарии, этих элитариев, знаете, готовки, как говорится. Булыжник, пролетариат. Булыжник, не случайно же эти пролетарские революции, бунты. Французская революция. Так, потому что пирожные, но не от хлеба, так пирожные кушайте. Ну так же говорила Мария Антуанетта, да, жена Луиша, этого, как его, да, 16-го, Людовика 16-го, да. Вот. Так, и еще второй момент. Вот в штабах Брюсселя скажут, ну хорошо, у вас зашли эти, 20 тысяч корейцев, так все равно тогда ваша мобилизация, она бессмысленна, вы столько не мобилизуете. Сворачиваете. Ну это сложно, как бы, потому что если туда действительно зайдут корейцы, боевые, мобилизу, не мобилизую, это все. А как с мобилизацией? Мы же как бы хотим, чтобы она прошла успешно или как? Ну мы имеется в виду, обо всем, Ну мобилизация. Это такая, понимаете, это, я понимаю, должны быть разные поиски выхода из ситуации. Понимаю, что война пока с неопределенным концом. Она идет к концу, но он неопределен еще. Какой он? Когда? Два. Три. Я понимаю, что нужны такого рода, это война есть война. Психологические операции, информационные операции и так далее. Но меня в этом задело. Что, ну не по-умному оно. Как говорил один, по-дебильному. Помните эту всю историю? По-дебильному. Как говорил этот, Геннадий Кернеско. Ну правда, мне из-за этого вот как-то даже, ну можно как бы что-то уже, если придумывать, так что-то такое придумать классное, креативное. Ну скорее, оно уже три недели, ну это же понятно, что это пустышка. Ну пустышка, ну. Она ни к чему не приведет, а если даже приведет, ну тогда какой смысл его, ну, мобилизацию проводить и так далее. Ни один натовский контингент сюда не зайдет. Не зайдет. Все. Потому что войну хотят свернуть. Не знают как, но надо свернуть. И все. Поэтому и вот эти все планы и так далее, для того, чтобы уже как-то это все дело сворачивать. И никакие истории с корейцами не вдохнут новую жизнь в продолжение войны. Понимал так. Конец. Надо просто видеть уже это чувство, что вот он, вот он скоро. Он неопределен, но он есть уже. Вот он. Его пощупать нельзя, но вот уже можно. Дотронуться можно еще. Чуть-чуть. Не пощупать, но так вот. Да прикоснуться к концу, да. Сегодня, в принципе, это касание описал Financial Times. Они пообщались с экс-советниками, людьми в окружении Трампа и выдали материал. До этого, кстати, была колонка, по-моему, в New York Times. Сейчас Financial Times. В общем, как Байден будет, как Трамп будет заканчивать войну? Почему Байден оговорился? Хотел сказать, что Байден уже проголосовал? Проголосовал, там тоже корейцев вспоминал. Я думаю, против Кабалы Харьев. Вообще непонятно, за кого голосовал. Ну, прям куча версий на самом деле. Те, которые шутят, что за Рейгана еще, да, еще, еще в тех выборах. Ну, интересно. У них интересно, там все так, это все сделано, эти кабинки, там люди, вот это вот все, расписываешься пальчиком по мониторчику. Хорошее такое видео, да, проголосовал досрочно Байден. Интересно, за кого? Так вот, Трамп, как он будет действовать в случае победы? Он будет переосмысливать, переосмыслением заниматься Минска. Соответственно, будет некий выход на Минск-3. Заморозка. Венср уже это рассказывал с зонами демилитаризации и, соответственно, ну, каких-то зон безопасности. И Америка уходит из Европы, оставляя головную боль организации украинского процесса окончания войны на Европу. И финансирование, и все остальное. Вроде как, складно все получается. Но у меня вопрос по поводу скорости принятия решений. Потому что нам было обещано, что вот если изберут после 5 ноября, то еще до инаугурации все это начнется. Возможно это или нет, Вадим Юрьевич? Конечно, невозможно. Там только одно возможно. Скинуть все на Европу. Сначала обобрали Европу, а теперь говорят, забирайте. Финансируйте. Там кроме этого ничего нет. Это план съехать с темы. Уйти из войны. Все. Судя по тем утечкам и по заявлению Вэнса, ведь, ну, кандидата в вице-президенты, им украина не теряет. ни как военный актив, ни как экономический. Берите, забирайте Европу. Все. Там еще интересно, Европа кто обеспечит безопасность? Какие европейские войска? Их нет. ФРГ вместе с ГДР. У них было 18 дивизий. 6 дивизий ГДР, остальные ФРГ. Знаете, сколько сегодня дивизий ФРГ? И то, недокомплектованные. Три. Три дивизии. И когда говорят, что номинальный ВВП Европы, там же, говорит, у Европы, Германии, номинальный ВВП больше, чем у России. Номинальный ВВП к войне отношения не имеет. Это транзакции, гражданская экономика. Ну, переведите на военные рельсы вот так вот просто. Ну, я думаю, это знают. Просто все, как бы съехали, да и все. Занимайтесь, ребята, этим. Теперь, что по Минску, там вообще, какой Минск-3? Вы спросите у Путина, первое. Согласие было для него? И кто ему гарантии даст? Ну, согласен. И мы же давали на основе Сталбулы. А мы время тянули. Ну, какой Минск-3? Нет? Это вынужден проблем. Что? Это кто в этой демилитаризованной зоне будет обеспечивать порядок разведения сторон и так далее? Европейские войска? О, Боже! Не натовские же, да и натовские. И сколько войск? Ну, смотрите, Саша, линия фронта 1200 километров. Примерно воюют 700 тысяч человек. На такой длинной территории. Ну, на такая растяжка. Представляете, сколько надо вообще так называемых миротворцем? Вот, если так, разделить, и вот тут они гарантеры того, что не будут возобновлены военные действия. Сколько их надо? Это кто? Где их размещать? Логично. Платить. Кто будет платить? Европа будет платить им деньги? Каждый день? Командировочная? Не, ну, это понятно, что чисто отъехать в стены. Но я же не думаю, что они такие тупые. Ну, правда. При всей и нарастающей тупизне западных или, ну, они не до такой же степени. Ну, простите меня. Так вот. Единственное, что вот в этой всей истории мне интересно. Венс что сказал? А Путин не враг. Смотря какая эволюция. Байден начинал с чего? Путин убийца. Ну, начинал с этого, в 20-м году. Дальше. Недавно Камалу она сказала, они убийцы. Кто убийцы? Путин, Си и Орбан. У нас же Орбана туда. Они. Но она не сказала там, конкурент. Но они. А тут нет. Он даже не то, что убил, он не убийца, он даже не враг. Он кто? Он конкурент. Да? Соперник. Даже не противник. Насколько я перевод смотрел, даже не противник. Соперник, конкурент. А вот это очень важно. Это самое важное было в интервью Джей Ди Вэнс. меняется риторика, меняется нарратив. А почему, как же не врага это МБС, да, корреспондентка, ну этого, либерального ТВ. Говорит, так нам же с нами договариваться, с убийцами что ли договариваться, или как? Мы же должны договориться. Мы же должны дипломатию включить. Мы вообще как бы не должны воевать с Россией. Зачем? О, вот это важно. И вот это надо сидеть и расшифровывать и задуматься, что нам делать. В случае победы Трампа, а скорее всего так и будет. Да даже если Крамала тоже. Она просто по-другому это сделает. Ну, более медленно будет. Потому что проблема не в том, хотят или не хотят. Чем мы взяли, что Запад все может? Вот кто взял? Ну, 20 лет назад они были, да, в стиле. Все могли. Всего вводения не могут все. Не могут все. И много чего не могут. Вот и все. Это, конечно, удар по картине мира. Это разрыв шаблона, разрыв мозгов у нас в некоторых. Ну, что все считали, что Запад это ого-го-го. Это такое что-то. Надо на него равняться, надо быть с ним, и он всегда защитит. Он не даст в обиду. Он накажет плохих автократов. Китайцев, там, Путина, с хей. Я даже смотрю репортажи из Грузии, там, CNN. Ой, автократы, грузинская мечта и демократы, с хей. Ну, ребята, нужно тошнит от этого. Ну, тошнит. Ну, было когда-то, да, уместно. Ну, это же такая деградация дискурса и сознания, и картины мира. И вот эти штампы, вот эти ихние, ну, их штампы, это же просто уже позор. Правда, это позорники. Такого не было раньше. Ну, где вы, где вы? Ну, да, есть о чем задуматься, особенно в нашей политической ситуации. Мы так верили вам, товарищ Салин, в свое время, так, распадался Советский Союз, а мы смотрели на этих всех гуру журналистики, медиа, BBC и так далее. А мы вам, а мы так верили вам, товарищ Салин, как высотский пел. Да, так вот, вот это очень важно. А эти все планы, я спрошу, таких планов еще будет куча. Главное в этих планах, что нет никакого плана. Вот как у нас был план победы, так и тут. Никто ничего не знает, что с этим делать. Как выйти из этой халлыпы? Как остановить, что Путину предложить? А возьмет он или нет? Или согласится, или нет? Во-вторых, о гарантиях. Там же гарантии. Кто гарантии кому дает? Почему там же один крен? Западные гарантии Украины. Подождите, западной гарантии быть не может. Скажу почему. А запад, я же говорил, он не в сестиле сейчас. НАТО дало гарантии или нет Украине? Даст гарантии Украине или нет? Вот наши руководители пишут или дают интервью, говорят, единственная гарантия для Украины это вступление в НАТО. Я так подозреваю, что чем больше мы будем говорить, что вступление в НАТО это гарантия Украины от России, тем больше НАТО будет отказывать нам в приеме членов. Может, на этом и рассчитывают? Ну, я уже так начинаю думать. Да, вы уже от обратного. Да, почему? Западные гарантии ничего, значит, должны быть международные гарантии. Не просто западные, а международные. Нравится, не нравится, в БРИК садите. Китай и Индия и простите гарантии. Вот они как раз и могут помочь. Как-то. Дальше. Вы хотите гарантии, то надо гарантии есть, чтобы Россия получила. Чтобы Россия получила гарантии. Но и Россия нам дала гарантии тоже. А как это сделать? Ну, смотрите, как Путин, понятно, что после Минска-1, Минска-2, он не поверил. Ему нужны железобетонные гарантии. Какие-то могут быть железобетонные гарантии для Путина? Ну, для Путина. Что Украина, всё, она будет не блоковой, нейтральной, никогда не будет мир дружбы, никогда не будут, не придут власти какие-то люди, которые переиграют курс и так далее. Ну, хорошо, кто-то скажет. Ну, наверное, политическое влияние, какие-то политические силы, которые там будут влиять. Опыт 2014 года, 2019 года показал. Выбирай, не выбирай власть, которая за мир, а внешние силы всё равно сделают так, что, хотя, должен тут признаться, поймал себя на мысли, что Запад-то уже не такой системе, чтобы, например, Порошенко развернуть и Зеленского развернуть. И тем не менее, самые надёжные гарантии для Путина, но это надо тоже, самые надёжные были бы. Ну, как в ГДР, например. если бы не вывели войска из Восточной Европы, то ничего бы не было. Ну, когда советский взрыв распался, вывели войска и всё. У них же это сидит, на него надо было какой-то, не знаю, что. Это тяжелейшая будет работа. Я не говорю, что на поле прибыли, чем оно закончится и так далее. Но главное, что будет после войны, как гарантии эти все. Украине дай гарантии, что всё, мы получаем возможность развиваться. Всё. Дальше. Я сейчас территории не беру. Это отдельный вопрос. Ещё тоже вопрос по территориям. Сложнейший вопрос. Как его решать? И чем дольше мы его решаем, тем больше мы и другие территории можем потерять. Какие гарантии Россия получает? Вот с Запада, например. По ПРО. Ну, НАТО-то лет через 10 может восстановиться. Вот так. Как усилий там везде сделать. Вот это сейчас надо думать об этом. Уже. Уже нарабатывать материал, идеи для вот этого комплексного решения проблемы безопасности. Для Украины, для России, для Восточной и Центральной Европы, для Молдовы, для Приднестровья, для белорусов. Для Калининградской области, для Грузии. Это новое. Континентальное. Давайте ее система безопасна. Да, кстати, по Грузии. И система гарантии. Мы в прямом эфире сейчас 21 час. И, ну, в Харькове взрывы сообщают о них. По поводу Грузии, интересно, да, вдогонку. Выходит, Мэтью Миллер, пресс-служба, Госдепа, и говорит, США предупредили Грузию о дальнейших последствиях, если правительство республики не изменит курс. Добрый вечер. Ну, нет, ну, они будут все-таки действовать именно такими предупреждениями. Так, экономикой, но будут подталкивать коррекции курса. Это да. Грузия, кстати, мечта и Ванисфили могут сейчас им подыграть. Ну, как они, для того, чтобы власть укрепить. А вот укрепят власть, потом могут опять сказать. Все. Многие вещи грузинская мечта делала перед выборами, для того, чтобы обослить этот выбор. А сейчас они могут пойти на компромисс с американцами, с Европейским Союзом. Не надо сейчас. Все правильно. Между прочим, я бы действовал на их месте точно так же. Кстати, умно действуют. Ребята. Ребята действуют по умному. Вадим Юрьевич, завершить нашу основную часть программы, я, конечно, должен вопросами мобилизации, повесток, по почте, которые, два отделения подожгли укрпочты в Киеве. Враги, наверное, ну, вряд ли обиженные люди. Ну, в общем, это просится, это логично, это сейчас у всех на слуху. Но я хотел бы все-таки держа в уме вот эти обстоятельства с мобилизацией, просто интереснейшие данные, которые приводит Елена Шуляк, глава партии «Слуга народа». Ну, ее там собираются менять, вроде ли, не собираются, такие непонятные тучи над ней ходят. Она комментирует компенсации за разрушенное жилье. И вот она говорит, что по состоянию на данный момент заявок на 8 миллиардов гривен согласованных. Компенсации там 73 тысячи украинских семей согласовали, причем 500 тысяч за поврежденный дом, 350 тысяч за квартиру. Это, ну как, это не покрывает полностью размеры, понятно, это хоть какие-то компенсации. Но из-за дефицита бюджета этих денег нет. Вадим Юрьевич, почему у нас 15 миллионов получат вот эту вовину тысячу людей, так подсчитали, да, в Украине, а 8 миллиардов вот мы со скрипом выискиваем, то есть им согласовали, а денег не дают, потому что их нет. А на тысячу есть. То есть какая-то вообще странная логика? Это предвыборная логика? Это предвыборная манипуляция? Смотрите, и предвыборная, и на случай остановки войны. Не понимаю, не понимаю, в этом случае остановки войны. Но война нужна будет останавливать. Хоть и указ есть на продление мобилизации, значит, выборы откладываются, если они будут. Ну, это все. Это да. Борьба политическая обострится, понятно, что здесь тысяча такой креативный в кавычках ход. Что-то наши креативщики стали так повторяться, честно говоря. Это не тот случай, когда повторение мать учения. Такая плохая копия по тысячам. теперь, почему так делается? Скажите мне, это же деньги бюджетные или нет? Это деньги бюджетные? Да. А почему так они распоряжаются этим деньгами так? Кто бюджетом распоряжается? Верховная Рада Украины, парламент. Бюджет это собственность офиса президента или это вообще-то народное достояние? Ну, сейчас непонятно. И уполномоченный управлять бюджетными деньгами народные депутаты как представители народа. Вот и все. Знаете, вот никто не задумывается на этом. Это не только касается, были же тысячи еще других президентов. У каждого президента была своя тысяча. Если не что, Юнкович, Димашенко. Все относились к бюджету как к своей касте. Ну, что это такое? Вот вот отсюда все. Мы только жаловаться можем или морализируем. А депутаты выполняют свою функцию или нет? Ну, получат гречку на выборах, дадут еще гречку, да и не дадут, проголосуют. Ну, и что? Вот это урок. Вот это урок. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Как вы думаете, Майдан в Грузии? Итак, у нас 11 тысяч голосов, 4 процента победит Майдан в Грузии, 20 процентов добьет страну, 32 процента проиграет и 45 процентов Майдан в Грузии не состоится. Собственно, то, что мы увидели, вот здесь, сейчас в Тбилиси. Ну, в общем, вы считаете, что форс-мажора не произойдет никакого-то? Не будет там детей побили, кто-то в кого-то выстрелит и все это как бы... Там уже все было. Ну, с чем сейчас удивить? Ну, чем там? Ну, разве что инопланетяне прилетят и свой Майдан устроят, и все подтянутся посмотреть на него. Ну, уже все было это. Уже все эти как его постановки и нарративы, они уже все отработаны. Все понимают, что это ничего не дает. Так, поехали. Вопросы из сообщества YouTube. Я оставлял анонс, традиционно в режиме Блиц пройдемся по вопросам, а потом перейдем непосредственно к вопросам из чата онлайн, поэтому сейчас пока не пишите, но готовьте вопросы для Вадима Юрьевича. Поехали. Андрей, вопрос. Раньше многие страны сами стремились вступить к Евросоюз, а сейчас Евросоюз и для этого приходится устраивать переворотом. Вы согласны с этим утверждением? Ну, перевороты они не хотят, сейчас они не могут сделать переворот, ресурс не то. Но брюссельская бюрократия сейчас борется с национальными правительствами, кто влиятельнее будет в Европейском Союзе. И главный ресурс укрепления брюссельской бюрократии это расширение Европейского Союза. Чем больше стран, тем сильнее Урсула Форденляем. Расширение это как бы укрепление имперской составляющей Европейского Союза. против Орбана, Финецоу, сейчас еще Бабиш вернется, там Липен, Финдерса в Голландии и других. Но сил на расширение нет, а главной морковки нет. Морковки нет. Она закончилась, настоящая морковка. Я уже говорил, допустим, всегда страны, которые находились между Россией и Европой или НАТО, они всегда были после Буриданова расклад, который не мог вот так вот сдвинуться. Все наживали, а сейчас стены нету. Он сдох, он подыхает этот, Буриданова сел выбора так называемого. И слава Богу, потому что выборы должны быть не за то, кем вы, а что у вас внутри, какая у вас власть, чем она будет заниматься. Тысячами или серьезными экономическими проблемами, решением серьезных экономических проблем, восстановлением разрушенных домов. Я знаю, я сам столкнулся с этой историей по Харькову. Там денег нет, там нет, все. Это все очень пафосно. Программы восстановления там. Но на самом деле ноль. Сразу говорят, денег нет даже и не мечтайте. так, продолжаем. Вопрос про дух Вадиму от Елены. Вы как рокер по духу ездили когда-то на байке? Не, ну, я ездил не сам в компаниях ездил тогда. Давно это было, правда. Но байкеров я люблю. Байкеров любит Карасев, байкеров... Я помню байки еще из своего детства, где-то в году 66-65 на советские экраны вышел фильм американский «Адские ангелы». Вот там впервые я увидел байкеру. Вадим Юрьевич сучу... Я же говорил в прошлый раз, по-моему, «Ковбой Мальборо». Да? Харли Дэвидсон, Микки Рурк. Так. «Ковбой Мальборо», Дон Джонсон играл роль в этом фильме. «Ковбой Мальборо». Прекрасный фильм. За это Америка я включаю. За это именно. Вадим Юрьевич, с учетом того, насколько бюджет Украины зависит от дотации, не стоит ли Зеленский в растяжке? Если закончить боевые действия, то Запад остановит финансирование. Это же дается на защиту и от голода погибнет больше людей, чем на фронте. Ну, от голода не погибнет больше на фронте, так. Это раз, это во-вторых. Вот в этом же как раз и план Венса Трампа, пусть Европа восстанавливает Украину. Кстати, вопрос тоже может быть решен, и Россия может поучаствовать. Верните ей замороженные активы, часть актива может пойти на восстановление. Ну, все, предмет переговоров. Но, действительно, в чем рациональность этого вопроса? У нас есть такое, у властей побоевание, что как война остановится, скажут, ну, это все, это уже дальше вы сами тут начинаете. Ну, тогда надо меньше красть, а больше экономить. Больше надо производить, надо экономикой заниматься, управлять. Не как там говорят, высыганил, да, деньги, высыганил деньги. Как Шмыгль говорил, дайте мне 50 миллиардов безусловий. Совсем что ли, ну, как его. Даже как бы и стыдно. Вообще-то дайте 50 миллиардов мы тут это, их распределим. Работать придется. Придется научиться управлять. Почему? Потому что управленческие навыки потеряны, мы плохо управляемая страна. Плохо управляемая страна. Я понимаю, война и все проще, но плохо управляемая страна, порядка нету. Ой-ой-ой, сколько придется тут потратить усилий для того, чтобы навести порядок. Потому что очень много тех, кого надо призвать в порядок. И придется тогда и прокуратуру восстановить. И не так вот сейчас бегать своих назначать людей, наместников на должности, а настоящих прокуроров, законников. МВД, СБУ, конечно, да. Все силовики должны будут этим заниматься, а как иначе? Вот это и служение, между прочим. Служение послужить стране, государству. Еще можно послужить. Не только на войне, не только воины. Но я веду вот эту внутреннюю историю. У вас в гост видновлення. Лариса, вопрос к гостю. Почему вы не протестуете, только не говорите, что вы боретесь с словом? Вам не кажется, что вы пытаетесь найти оправдание любым вывертам любой власти? Кому это только надо? Мне нет. Эмоциональный вопрос. Ну, такой себе вопрос. Ну, чего? Почему не протестуете? Почему вот если так все ужасно, никто не выходит на протесты? смотрите? Во-первых, выходят те матьи, это начались уже, так, протесты, выходят по пленным, по пропавшим безвестям и всё. Но политики молчат пока. Политики не возглавляют эти протесты. почему? Потому что с протестами надо тоже быть в условиях войны аккуратными. Когда идёт война на востоке, то надо быть очень аккуратным с протестом. Это два. Третье. А слово тоже может быть протестом. Вначале было слово. Вообще политика это начало слова. Надо ещё сформулировать лозунги протеста. это три. Это тоже важный момент. Но ещё раз говорю. Протесты в этой ситуации в условиях войны должны быть легальные или легитимные каналы. Если бы я был народным депутатом, я бы поставил такие вопросы на трибуне Верховной Рады. Это слово тоже слово, но на решение. не я. Это вопрос с политиком больше. Но не ко мне. Я могу на своём месте. Да. Это моя работа, это моя профессия. Моя профессия стараться нести слово правды, объективности и так далее. Я не говорю, не претендую. А профессия политика защищать людей. Но может быть в этой ситуации, в условиях войны, информационная пропаганда и так далее. Моя задача немножко боларусь сноинформационную гигиену, чтобы мозги не были засорены у людей. Вот и всё. Да, подписывайтесь на канал Карасёва, друзья, ссылка в описании. Говорит, доказывает Карасёва, а ещё есть канал Чёрный Лебедь, это проект Вадима Юрьевича такой, как бы легендарный, давайте скажем. Я думаю, что это слово Пётр Скаморохов. Пётр Скаморохов, вопрос. Украина сегодня проигрывает и на горячем фронте, и на информационном, ещё недавно бывшим явно за ней. Остался ли сегодня какой-то фронт, на котором Украина побеждает? Ну, во-первых, всё это пока не свершившаяся вещь. Это раз. А, во-вторых, победа Украины, она может быть на, ну, скажем так, есть ещё дипломатический фронт. Это же тоже фронт дипломатический. Я считаю, что победа Украины будет тогда, она есть, когда мы сможем быстро завершить войну и получить надёжные гарантии безопасности. и всё-таки решить проблему территории. В каком виде? Я имею в виду в разных формах это может быть, не военной формы. Совместное управление или там открытие границ, чтобы люди могли ездить, возможно, двойное гражданство. Это разные вещи. Победа Украины сейчас сохранить себя и перспективу на будущее. Давайте так посмотрим. Попытка независимой Украины была в 18-19 годах. Потом была Украинская Советская Республика. 33 года уже после распада СССР. Это очень мало. Понятно, государственность молодая и с проблемами, конечно, проблемами. Возьмите Польшу. Вот возьмите поляков. Она прошла серьёзные испытания в Польше. Её делили, разделяли. Она вновь возникла после распада империи Австро-Венгерской и империи Романовых во время или по результатам Первой мировой войны. Неудачного наступления Тухачевского и Красной Армии на Варшаву в 19-м году. Потом она была. За две недели рухнула под напором германских войск. Украина не рухнула. Как государство целое. Три года войны. нет, не рухнула. На фронте отступаем, теряем людей, теряем территорию. Да, не побеждаем. Согласен. Но в 1922 году если взять, я как-то говорил, четыре войны. В 1922 году одна война, в 1923 вторая война, в 1924 третья уже война. Сейчас может быть еще четвертая. Но войну 22-го мы же не проиграли, нет? Не проиграли в 1922 году. В 1923 да, неудачное контрнаступление. Поэтому это очень спорно. Я бы не был тут, знаете, так, что вот все, кто-то проиграл, а кто-то выиграл. в истории опыт истории государств показывает, нет окончательных побед и окончательных поражений. Запомните это. Нет окончательных побед и поражений. Я говорю, чтобы все это запомнили, кто сейчас в Украине говорит, никаких уступок, никаких переговоров. это все, это поражения нет, никогда нет окончательных поражений и никогда нет окончательных побед. Добрый вечер, господа Карасевы-Шелест. Вопрос, который меня мучает давно. Кого или чего боится больше всего Зеленский и продлевает военное положение? Ми-6 или линч народа? Спасибо вам за работу, Кристина, Греция. Давайте так, вот без там Мишей, это я конспирологию. Вы не любите? Не то, что не люблю. Это все деструктивно. Знаете, это можно посмеяться, но не для наших эфиров. Саш, он боится от любого человека. Вот по-разному можно относиться. Ну, давайте так. Но любой человек, который сидит в этом кресле, он боится. что произойдет что-то плохое с государством. Боится. Ну, любой человек, ну, это ответственность какая-то, знаете, это огромная ноша. Я просто, я знаю, я работал в свое время. Я был на четвертом этаже. Ну, интересно, там же виски на ладони, если ты смотришь, там, четвертый этаж. Ну, это ты чувствуешь ответственность. Ну, как бы сразу появляется такой, как бы, карта в голове. Карта Украины в голове у тебя. Вот это боится. Чтобы государство, фронт не рухнул, государство не рухнуло. Что, виноват будет он. Президент. Я не люблю навешивать собакную сеть. Нет, надо быть объективным. За Индию могу покритиковать. Но за такие вопросы все-таки надо понимать, что любой политик, у него в руках ответственность за миллионы. Наверное, он переживает за то, что в 22-м году в Стамбул проехали. Поверил Джонсону и всем этим. Но это мы верили всегда, товарищ Сталин, да? Западникам же верили. А вот они никогда не подведут. Они же хорошие. Они всегда за Украину. Они против злого Путина. Они против злых автократов. Они же умные. Они же оттуда. Так или нет? С Лондона. С Лондона же, да? Это комплексы маленькой страны, ну, небольшой, я так скажу, небольшой страны, маленькой по сравнению с гигантами там, мировыми, которая вот учится еще ходить в этой истории. Ну, в историческом процессе я имею в виду. Ну, да. Так, друзья, давайте еще несколько вопросов из чата трансляции вот онлайн, потому что, ну, все, понятно, не успеем задать, но очень большое спасибо вам за то, что вы пишете и оставляете. Говорит, доказывает Карасев, там больше общения, больше вопросов, там конкретно канал Вадима Юрьевича, поэтому переходите, подписывайтесь, если интересно. Вопросы, правда, такие серьезные, люди, которые оставляют заранее. Ну, давайте онлайн тоже уделим время. Сергей Хромов. Не живет ли Карасев с ощущением, что жил в период наивысшего расцвета Родины на территории современной Украины и большего благополучия и успеха вряд ли будет возможно наблюдать в будущем? Ну, где-то, я бы тут согласился с тем, меньше будет беззаботность и легкость. Но это не значит, что это, как бы, какие-то худшие будут времена. это же стимул для роста всех. Когда проявляется лучшее качество человека и возможности для самосовершенствования карьеры, когда кризисы. потому что в таком как бы хорошем состоянии тебя нету вызова. Вызова нет. И ты расслабляешься. А когда есть вызов, ты собираешься. Так или нет? Но задача собраться в стране и собраться. Всё, конечно, той лёгкой жизни не будет такой, как была. Беззаботной, прекрасной и так далее. Но будут радости жизни, всё равно они остаются. Даже в самые плохие времена оставались самые те радости жизни, без чего человек не может быть, без чего не сможет жить. Любовь, радость, привязанность, дружба, семья, дети, родители. И есть несколько этажей жизни. И никто не отменял индивидуальную жизнь со всеми её радостями, печалями, добродетелями. Так что не унывайте. Уныние, тяжкий грех учил нас Христос. Вадим Юрьевич, какой баланс времени у власти Украины с народом при таких событиях на фронте и экономике. Баланс времени? Баланс времени, да. А что имеется в виду? Запад времени может быть или что? Ну, я так понимаю, что сколько есть времени у власти, у народа, положение дел. Полгода. Полгода. Плохая погода. Полгода. Опять в никуда, и все. Да. Так, вопрос в студию от Павла. Вадим Юрьевич, как теперь относитесь к ультиматуму Владимира Путина с учетом положения на фронте для Украины? К ультиматуму отношусь плохо. Я без ультиматума. Лина Вастрилова. Вопрос. Вадим, коренные во многих поколениях киевляне знают, что Киев был городом русским на территории Украины. Может ли этот замечательный город снова стать самим собой? Ну, смотрите, он русским был первомировым. То есть в Российской империи. До Соскар. А, кстати, а уже он был двуязычным там в советское время. Ну, давайте так скажем, чтобы дальше не входить. Это вечный город. Как Иерусалим. Знаете, вечный город. Иерусалим. Ну, Рим. Не случайно же когда-то была школа художественная. И Киев. Украину называли Южная Виталия. Не Италия, а Виталия. Южная Виталия. Вот Киев это Южно- Виталийский город. Вечный город. Ну, смотрите, Москва не сразу строилась. Санкт-Петербург. Понятно? Одесса, вот, ну, города империи, я беру сейчас империю, естественно. Все города были, а Киев вечный город. Возьмите, российско-советскую историю. Киев самый древний город. И, наверное, в Восточной Европе тоже. Будапешт после. Варшава, Краков. Ну, Краков, вообще Краков, Малопольская. Ну, кроме Рима. Берлин, это дети Чепруссии, Фридриха, там, первого, второго, это уже позже было. Ну, Париж, может быть. И все. Возьмите карту городов Европы. После распада Римской империи. Ну, Константинополь, конечно, Константинополь. Ныне Стамбул. А? Александрия, которую основал Александр Македонский. Ну, в Персии, наверное, тоже. Ну, когда было Перское царство, все. Вот вам. Пожалуйста. Пользователь Грек. Господин Карасев, как понимать ваше утверждение, что Украина выиграла войну в 22-м году? Вот в футболе итог матча возводят в конце игры. Почему все носятся с победами 22-го года? Ну, во-первых, война – это не футбол. Во-вторых, если вы захотите футбольную терминологию, то мы выиграли первый танк. А потом был матч-реванш. Ну, как в шахматах, возьмите. Можно выиграть матч, потом матч-реванш. Или в боксе. Матч-реванш проиграли. Ну, выиграли, в Киеве выиграли тогда. Да, можно спорить, приводить аргументы, что там СВО, и это не война, в таком смысле и так далее. фактически, был… Посмотрите на табло. Киев, в Киеве. Зашли русские войска или нет? В Киеве. Сейчас в Киеве кто находится? В Киеве. Какие войска находятся в Киеве сегодня? Ещё раз говорю. Неуспехи или поражения на Восточном фронте – это одно. Проиграть Донбасс – это не значит проиграть всю Украину. Это уже надо понимать. Это сложно. Если там наступление идёт, мы теряем города, да все уже, всё, победа, победа, победа. Нет. Посмотрите, какие были цели СВО. И теперь посмотрите, достигнуты ли эти цели или нет. Я не говорю, что мы теряем территорию, это хорошо. Это плохо. Мы действительно там проигрываем. Восточный фронт, мы сейчас там находимся в положении отступающих и проигрывающих. И уже там войну мы не выиграем. Но мы выиграли в целом страну, ту, которая осталась. Вот такая диалектика. И поэтому конечно Путину остановиться будет сложно. Потому что цель СВО не выполнена. Но это может быть предметом договорённости. Например, если цель СВО была нейтралитет Украины, это можно добиться военным путём. Это много жертв. И со стороны Украины, и со стороны России ещё затянется война. И так далее. А можно договориться дипломатическим путём, компромиссом, переговорами. Так не с кем уже договариваться. Кому не с кем? Ну не с кем договариваться. Россия Зеленского не признаёт. Мы запретили говорить с Путиным, но с Россией как бы не запретили. Так. Но мы же говорили о Венсе, который сказал, что Путин не убийца, а даже не враг. А соперник и конкурент, и даже не противник. С ними договариваться. А потом уже мы подтянемся. А куда надеваться, если нам скажут, а денег не будет и оружия не будет. А корейцев нет. Так. А с корейцами идите, вы уже достали этими корейцами. Да. Александр, готова ли Украина к федерализации, как вам кажется? Что-что? А, федерализация. Да, Александр задаёт вопрос. Ну, смотрите, там же в плане Трампа есть так называемые зоны автономные. Да, Леня? Саша, так они называют? Ну, вот вам, пожалуйста. Как их назвать, не знаю. Как федерировать земли или автономные такие какие-то регионы. Шаг в этом направлении в плане Трампа есть. Да, друзья, всем большое спасибо вам за сегодняшний эфир, за то, что задаёте вопросы. Понятно, тут пишут, вот, а какая судьба там ждёт Зеленского. Это судьба, как у Каддафи или у Хусейна. Интересный вопрос, потому что, знаете, вот, все же знали, что, как у Каддафи или у Хусейна будет судьба у Путина, помните, мы о том временном периоде говорим, как всё поменялось сейчас, да, как вот, где теперь обсуждают, что будет дальше с Зеленским, а не судьба. Нет, это судьба политика на переломе эпох, она по-любому, скажем, непростая и разная, может быть, судьба. Тут явно не Каддафи или Хусейн и так далее. Там можно другие найти какие-то аналогии. Тем более всё будет определять окончательный результат. Когда будет найдено определение конца войны, и с этого уже начинали несколько раз, пока ещё нет определения конца войны. Ни у кого нет. Есть планы, но окончательного образа, картины, окончания войны нет ни у кого. Вот тогда, когда это всё смертится, тогда мы будем говорить, кто тут кому Рабинович? Кто тут кому Пиночет? Кто тут кому Альенде? Кто тут кому Каддафи? Ну, посмотрите, Альенде. Так? Пиночет, который убрал Альенде, но тоже закончил под международным трибуналом. Помните, да, это всё дело? Никсон, который мир вывел Америку из Вьетнамской войны, вынужден был уйти под угрозой импичмента. Ричард Никсон, которому не дали существить все реформы Америки. Судьба Трампа посмотрите какая интересная, так? Вно вырвётся и вно вможется через промежуток. Это же вообще уникальная ситуация во многом для Америки. или судьба Буша старшего. Выиграл Борю Пустыниев, зашкаливал Рейкин, но проиграл президентские выборы молодому губернатору Арканзаса Клинтону. И всё пошло по-другому. А другие планы были у Джорджа Буша старшего. Так что эта политика это дорога в незнаемые с непредсказуемыми ухабами, изворотами и преградами. Поэтому надо быть хорошим серфингистом, гонщиком, водителем и штурманом. Да, такими и будем. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что думаете в комментариях. Вадим Юрьевич, благодарен вам за этот вечер и разговор. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем желаем добра и света. Увидимся обязательно. Всё-таки пускай военная тяжёлая атмосфера всё-таки Бог убережёт и собственно шахеды пролетят мимо, не долетят и ну вот давайте будем беспокоиться друг о друге и по крайней мере пытаться быть в укрытии в нужный момент, потому что сейчас это дело обостряется. В любом случае большая благодарность всем, что находите силы, возможность прийти на эфир и послушать. Увидимся с Вадим Юрьевичем через неделю. Берегите себя и друг друга. До скорого. Продолжение следует...